Я. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Добрый день, дорогие друзья! В эфире, конечно же, Лучшее в стране. Если у Филиппа Киркорова дискотеки аварии Яркий Я кто-то, может быть, там, Филипп Киркоров Яркий Я. Или дискотека авария. Или дискотека авария Яркие Они. Вот, то у нас, конечно, в рубрике Лучшее в стране Яркий Я это гость наш. А гость у нас сегодня особенный. Это Антон Агарков, фотограф, путешественник, организатор фотоэкспедиций. Автор снимков удивительной силы и красоты. И, между прочим, и как раз это повод для нашей встречи, регулярный автор planetpix.ru. Все правильно, Антон? Да, все правильно. Добрый день. Замечательно. Добрый день. Лиза, Никита, да, мы здесь. Никита Никрасов и Лиза Калинина. Здравствуйте. Да, забыл представить. Мы хотим начать с самого важного, потому что уже в 15.00 у нас в столице запущен уникальный поезд. Да, в метро, надо сразу же сказать. Метро, кольцевая линия, поезд, как раз который был сделан и оформлен. Году экологии. Да, посвящен году экологии и, соответственно, оформлен фотографиями, в том числе вашими, Антон, да? Да, все правильно. Давайте все подробности. Давайте. Как это было? Что это такое? И что видит там? Значит, заходит пассажир, и он попадает в те невероятные уголки России, куда он, наверное, никогда в жизни не попадет. Арт-энциклопедия такая. Так, во, очень хорошее слово. Знаете, меня сегодня один журналист спросил, ну вот как это? Он, наверное, пассажир войдет и попадет в зоопарк. Нет, не в зоопарк. Он попадет в дикую природу. По кольцевой линии будет эта дикая природа кататься. Он увидит действительно не просто фотографии животных, фотографии каких-то пейзажей умопомрачительных, в том числе моих, скромник. Но и прочитает кучу интересных фактов по поводу того, что у нас, какие у нас животные водятся, кто они такие. Какая страна у нас. Да, конечно. И, по-моему, это очень круто, потому что, во-первых, такого поезда, в принципе, не было, который бы настолько полно, настолько многообразно раскрывал природу России, живую, и, там, пейзажи, ландшафты. Ну, еще вдобавок, это все сделано безумно стильно. Представляете, вы заходите, и это не просто какие-то коллажи непонятные. Это все очень красиво. Вот поезд подъезжает, а вы уже понимаете, что вот сейчас у вас будет что-то очень крутое впереди. Ой-ой-ой, что-то сейчас будет красивое. Да, потому что снаружи это, конечно, феноменально. И что удивительно, буквально три минуты назад, вот мы с вами сейчас беседуем, а три минуты назад он поехал. Да, и я хочу сказать, что у меня в Инстаграме уже половина Инстаграма заполнена торжественными фотографиями, с шариками и так далее, красивыми, да. Это фантастика, дорогие друзья, поэтому спускайтесь в метро. Антон, у меня вопрос следующего характера. Я видел, что на некоторых фотографиях были обозначены вагоны. Вагон такой-то, вагон такой-то. То есть есть еще и какое-то разделение по вагонам, по каким-то секторам, в кавычках, говорят. Конечно, конечно. Мы разделили все вагоны по тематике. Вот. Вы, предположим, заходите в вагон «Горная Россия», и вы видите не только горы, да, не только Эльбрус, самую высокую нашу вершину, но еще и вы видите вулканы. В том числе, например, ради того, чтобы снять этот вулкан, я ночевал на извергающемся вулкане. С ума сойти. Приключение за кадром. Как вы это делаете? Если вы заходите в подводную Россию, вы видите подводный мир. Вот представьте себе, где самый богатый подводный мир в России, как вы думаете? Первое, что приходит в голову, — Байкал. Белое море. Белое море. Белое море. Самое холодное. Вы ныряете туда, а там богатство, биоразнообразие не хуже, чем в красном. И вот там все, там все тишит, плавает. Вы на озера можете попасть, да, озерная Россия. Причем это озера и маленькие такие заболоченные, где всякие разные цапли водятся, бакланы. И озеро Байкал огромное с нерпами. Арктическая Россия, конечно же, обязательно. Моржи, белые медведи, птицы. Информация по поводу этого всего, да. Так что заходите. Скорее всего, тем людям, которые зайдут в этот вагон, им придется пересаживаться с вагоном в вагон, чтобы все это почитать, посмотреть. Естественно. Проезжать свои станции. Многие люди просто по кольцевой целый день будут кататься. Да. Антон, скажите, пожалуйста, цель какая, чтобы люди захотели поехать в тот или иной уголок России, чтобы знали, что у нас удивительные места есть, и можно путешествовать и по России, а не куда-то стремиться все время за рубеж? Конечно, конечно. Мне кажется, что программа максимум, если мы человека выдернем из его теплого кресла и отправим куда-нибудь в Арктику, он увидит, скажет, что это тоже моя страна. Но я думаю, что также важно это просто рассказать людям, что у вас в России есть пустыня. Просто на минуточку, самый большой бархан Европы находится в России, в республике Дагестан. 250 метров бархан. Нигде больше такого нету, по крайней мере, в европейской части. У вас есть огромные болотные системы, они могут выглядеть реально красиво. У вас есть самые красивые горы, самый высокий действующий вулкан Евразии находится в России. Так узнайте об этом, да, хотя бы просто, хотя бы знайте. Будьте в курсе. Да, что Кавказ может быть красивее Альп. Красивее, вкуснее уж совершенно точно, потому что на Кавказе вас накормят так, что вам уезжать не захочется. Вот, так что Даня не только, может быть, отправить человека куда-то в путешествие, но просто рассказать ему, что вот в такой красивой стране ты живешь, гордись, радуйся. Путешествуй. Да, когда-нибудь, может быть, в путешествие отправишься. Ну вот Антон сказал, что программа Максимум выдернуть и отправить в путешествие. Мне кажется, программа Минимум, чтобы сегодня выдернулись все из теплых кресел и спустились в метро. Как Минимум. Программа Минимум, чтобы увидеть эти фотографии, чтобы потом уже осуществить программу Максимум. Да? Да. Ну, я думаю, можно, в принципе, и проще поступить, да, planetpix.ru, заходите, читайте там истории. В том числе там будут мои фотографии, посмотрите, я думаю, что вам понравится, потому что действительно уникальные фотографии. Для меня очень важно еще одну вещь сказать, смотрите, вот поезд оклеивали, верстали, делали дизайн. Эта вся работа несколько месяцев, чуть ли не полгода длилась, но гораздо больше этого была работа по сбору материала. Это несколько лет. Люди путешествовали, снимали этих животных. Вы же не можете приехать просто, бах, в дикую природу, за один день снять Ирбиса с снежного бара? Да, созвонились с Ирбисом, я еду, Ирбис, будьте на месте. Приехали, он сидит на ветке. Или там. Спозировал, все. Да, или медведь там, вот медведь, так вот рыбу, значит, чтобы здесь ловил. Вот. Он медведь, он может вообще что угодно делать, да. Вот мы долго-долго копили эти фотографии, собирали всех этих нерв, медведей, птиц, бакланов, самых разных, чтобы вам показать. Еще удивительно, что Планет Пикс объединил разных людей, абсолютно разных специальностей, но в то же время путешественников, и люди делятся своим опытом. Я правильно понимаю? Да, все правильно. То есть там и операторы, и студенты, и ученые, и исследователи, и каждый, вот как видит мир, нашу страну в частности, делится своими впечатлениями. Конечно. Смотрите, для нас очень важно, чтобы взгляд на природу в рамках этого портала Планет Пикс, он был разнообразным, он был, и он был профессиональным. То есть не просто человек выложил фотографию, человек выложил фотографию, пришел биолог, рассказал, что это за вид, пришел геолог, рассказал, что за породы там вот все включены. Что это такое, да? А потом пришел редактор, сделал так, чтобы все это было интересно читать. Поэтому это интересно о нашей с вами планете. Ну, не только о России, да, это энциклопедия по всему миру, но конкретно сейчас у нас основной упор на Россию делается. Да, и это правильно. И это правильно. Конечно. Антон, такой вопрос. Обладаете ли вы такой информацией, как долго этот поезд будет курсировать? Вот, может быть, для жителей, которые слушают нас сейчас, жителей нашей страны, не в Москве, условно, сколько у них есть времени, чтобы до Москвы добраться, чтобы спуститься на кольцевую линию и увидеть это все своими глазами? Этю энциклопедию на колесах. Да. Я могу сейчас всех заставить чуть-чуть поактивнее двигаться и скажу, что он будет кататься всего неделю. Но я не могу так сделать, не имею права. Антон, надо создавать ажиотаж. Конечно. Вот, я боюсь, что перегружена будет кольцевая линия метро, и все будут кататься на одном единственном поезде. Да. Но нет, полгода минимум. Вот. Значит, дорогие друзья, все, кто нас слушает в разных уголках нашей страны, у вас есть, ну, примерно месяцев пять, потому что первый месяц будет забит москвичами метро. Еще расписание нужно было узнать, если возможно. А вот месяцев пять у вас есть как раз, может, на новогодних праздниках спуститься на кольцевую линию, доехав до Москвы, и увидеть это все своими глазами. Это точно. А, кстати, вот я правильно спросила, про расписание есть оно или поезд надо дожидаться? Надо дожидаться. Ждать. Да, встреча с природой должна быть неожиданной. Фех. Добрый день еще раз, дорогие друзья, в студии Лиза Калинина, Никита Некрасов, и в гостях у нас сегодня Антон Агарков, фотограф, путешественник, организатор фотоэкспедиции, регулярный автор проекта планетпикс.ру. Напоминаю, что уже сегодня в 15.00 по Кольцевой в Москве отправился удивительный поезд, поезд-энциклопедия, поезд, посвящен экологии в нашей стране, и не только. Воду экологии. Воду экологии, да, там удивительные фотографии, и буквально, если вы заходите в подземку, садитесь в этот поезд, вы можете, я не знаю, просвещаться, узнавать, какие у нас есть уголки, какие у нас удивительные места, может быть, захотите отправиться в путешествие. Об этом сегодня и говорим с Антоном. Антон, вот у меня еще такой вопрос. Вы очень часто путешествуете, это для вас такие будни уже. Что поразило больше всего? Вот какие места вы порекомендуете, а какие скажете нет, вот там опасно. Нет, но рекомендовать, это, мне кажется, сложно. Так, порекомендую. Ну, смотрите, однозначно я сейчас буду бороться со стереотипами, я буду настоятельно рекомендовать Кавказ, потому что Кавказ это одно из самых безопасных мест в России. Единственная опасность, которая вам там грозит, это пополнеть, потому что будут кормить на убой. А Кавказ куда конкретно? Кавказ, да весь Кавказ интересный. Карачаево-Черкесия, например, вы приезжаете, выясняется, что там есть гора Белолакая, которую немцы, назвали немцы, не русские, российским Матерхорном. А Матерхорн это одна из красивейших вершин Альп. А какой сезон? Вот когда лучше ездить? Октябрь месяц, когда все начинает желтеть, когда лиственные деревья начинают желтеть, при этом в сентябре, в конце сентября, в начале октября погода на Кавказе, она стабилизируется, меньше дождей, более сухой воздух. Например, в Северной Осетии, я обожаю регион Северной Осетии, там очень красивые горы, я недавно показывал своему другу фотографии с Северной Осетии, он такой, ну это Патагония, я говорю, нет, это Северная Осетия. И это в России, опять же, вот о чем поезд в год экологии, это о том, что у нас такое есть, ребята, откройте глаза, все очень красиво, путешествуйте, Кавказ не страшный, он красивый. Если хочется этнографию, например, поезжайте в Дагестан, там огромное количество народов со своими языками, со своей культурой, со своей кухней, когда вы приезжаете в Дагестан, мимо кухни пройти невозможно, поэтому, да, любой Кавказ, да, от моря до моря, от Черного до Каспийского моря он интересный. Ингушетия. Ингушетия это очень интересные древние горские башни охранные, которые при этом очень хорошо отреставрировали, хорошо сохранили, так что можно подавать, как пример, удачной реставрации. Так что весь Кавказ, вот прям... Здорово. Антон, вот вы сказали, что в первом выходе, когда мы только начали общаться, сказали, что не во все места, куда попадали вы, может попасть обыватель. Вот с чем связаны эти сложности и трудности? Ох, ну для начала, например, та же самая Северная Осетия, те люди, которые ко мне приходят на лекции, они знают эту историю очень хорошо. Я там чуть не умер, когда поднимался под перевал Геби. Как? Там самые красивые, самые большие поля рододендронов, огромные. Вот представляете, вы поднимаетесь туда, это примерно первая половина июня, конец может быть, да, там середина, вторая половина. Там цветущие рододендроновые поля, такие огромные белые цветы. И вот до горизонта, вот в горы куда-то упираются, просто цветущие огромные белые поля этого рододендрона. Красота. Но чтобы пройти туда, нужно пройти вначале по зоне леса, где грязь, потом штурмовать отвесные стенки, потом идти над ущельем, который обрыв там 70 метров вниз. И вот там-то в этом месте конь, который вез нашу поклажу, там еще ребята были с нами. Ломает ногу. Нет, он не уломает, но все нормально с конем, просто он заупрямился. И я решил пойти разобраться с конем, мужские, сказать ему, что нужно идти, да. И в этот момент конь падает, падает на меня, придавливает меня к другому коню, второй конь тоже падает. И вот этот вот бутерброд из меня и коней, он начинает волочиться куда-то в пропасть. И я смотрю, что там реально далеко падать, там страшно. И я как-то отпихиваю коней от себя, но это 250 килограмм с обеих сторон. И я поворачиваю в сторону, вижу, моя жена, которая мне помогала вести этот маршрут, у нее квадратные глаза, раскрытый рот. Я понимаю, что она орет, и я ничего не слышу. Вообще, я не понимаю, что происходит, как я оттуда вырос. Это просто конь задавил ухо. Поэтому ничего не было слышно. Конь задавил все. Вот такая вот ситуация. Да, опасности бывают, поэтому туда я бы никогда не рекомендовал ходить, хотя там безумно красиво. Вы планируете маршруты заранее, или как вы узнаете, какие места стоит посетить? То есть предварительно читаете, общаетесь с местными? Очень много общаюсь с местными, очень много смотрю фотографий, которые в этих местах были уже сделаны любителями теми же местными. У всех телефон есть. То есть подготовка нужна? Да, конечно, конечно. Большинство пейзажных туров и этнографических туров, которые я делаю, для них нужна подготовка. Скажите, а с чего вообще, в принципе, начинался вот этот проект planetpix.ru? Каким образом вообще, в принципе, вот та... Зародилась идея. Фотографии на просторах интернета много. Разных авторов. Пожалуйста, заходите. Дикая природа вы набиваете в поисковике. И вот, пожалуйста, прорва фотографий. Как вообще получилось так, что это все объединилось вот на одном портале? Ну, я думаю, что здесь надо сказать спасибо человеку, который внутри горит каким-то непогасимым пламенем. Это Антон Жданов. Это как раз автор Planetpix, который решил, что надо бы собрать все интересные материалы, авторские материалы под одной крыше. Это стал проект Planetpix. Были моменты, когда он переживал не очень хорошие времена, когда он двигался с трудом. Но, тем не менее, на нем выходили интересные репортажи, интересные тексты, которые... Ну, знаете, вот ты открываешь National Geographic, хотя бы русскую версию. И ты понимаешь, что журналисты вкладывали свои силы, время. Они верстали материал, драматургию прописывали в этом материале. Вот на Planetpix сделали то же самое. Тоже картинки, истории. Это как-то все заверстывалось красиво и интересно. Сейчас я очень рад, что проект перезагрузился, что проект стал такой визуальной энциклопедией. Если раньше это был более журналистский такой проект, то теперь... И знаете, журналистику у нас сейчас люди, откровенно говоря, не очень любят читать, потому что это тяжело. Это надо сесть, выделить время. Ну, у нас сейчас визуальное мышление. Да, конечно. Вот новый Planetpix — это как раз движение в сторону визуального мышления. Мне, конечно, очень приятно, что в какой-то момент мы с Антоном познакомились. Я начал вкладывать свои фотографии в этот проект. Я надеюсь, что я его сделал лучше. Однозначно. И в 2014 году я основал свой собственный экспедиционный проект, который называется «Наследники степей». Сейчас он называется «White Road Expeditions» по организации как раз экспедиций в Среднюю Азию, в заповеднике России. И как-то вот мы проектами подружились, и то, что я привожу из своих путешествий, я даю в том числе Planetpix. Это здорово. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Добрый день, дорогие друзья. Лиза Калинин, Никита Некрасов здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». Действительно, лучшее в стране только у нас здесь, в прямом эфире. И сегодня лучшее в стране — это Антон Агарков, фотограф, путешественник, организатор фотоэкспедиций. И автор, что самое примечательное, снимков удивительной силы и красоты, как у нас написано в представлении Антона. И, собственно говоря, Антон пришел не с пустыми руками, а с роликом, который состоит из фотографий, которые... Из работ Антона, да. Антон, немножечко, два слова буквально, где, что... Что мы сейчас увидим? Сейчас вы увидите фотографии из личной подборки лучшего за очень-очень долгие годы работы. Это, знаете, такой концентрат красоты. Поэтому я думаю, что... А из каких уголков? В основном это Россия. Россия плюс Средняя Азия. То есть это мои два лидерных региона. Это, если Россия, то это особо охраняемые природные территории, заповедники и нацпарки вокруг Байкала, Алтай. Кавказ, Камчатка, Курильские острова. Да много всего. Мы, кстати, я вам хочу сказать, Антон, мы тоже, телерадиоканал «Страна.ФМ» несем доброе вечное. У нас по выходным есть рубрика целая, посвященная красивым уголкам страны. В течение двух часов мы рассказываем об заповедных местах. В России. Всю информацию выдаем. Так что мы тоже вот немножечко присоседиваемся к вам. Большое дело делаете, да, все правильно. Ну что, давайте посмотрим ролик. И Антон прокомментирует его для тех, кто нас только слушает. Поехали. Да, ну вот на съемке, конечно, это на севере съемки Кайр. Причем забавно, что Кайр путают с пингвинами часто. Ну, морж, лебеди. Ух, достаточно тяжело комментировать здесь. Но представьте себе, что здесь дикий мир Арктики, Байкала с его замечательным льдом, Камчатки, киты, снятые с квадрокоптера в 4К видео. Представляете, вы заходите на PlanetPix, видите это все, видите весь этот контент. Фото, видео, 360 видео, если у вас есть VR очки, вы их просто надеваете. Ну, мы как раз их разыгрываем. По утрам. По утрам бывает, да. Так что теперь будем рекомендовать всем Мисс Ликви Моле заходить на сайт PlanetPix. Ну, я вам так скажу, что на PlanetPix сейчас выложены видео такого уровня в России. Может быть, я что-то не знаю, но, по-моему, не делает никто. Ну, либо мало. Нет, смотрите, просто все большинство о своем заморачиваются, чтобы картинка была красивая. И никто не прописывает драматургию, никто не прописывает какую-то информационную составляющую. Здесь ребята заморочились. Они сделали так, чтобы это было не просто красиво, но еще вот за душу хватало. Что ты слушаешь, думаешь, вот это да. Ну, это первая ступенька. Впереди, я уверен, будет еще круче. Вот как раз хотел спросить о том, куда PlanetPix направляется. Вот, что в планах. Слово «Шантарские острова» вам что-то говорит? Нет. Это острова, на которых бывает, ну, в лучшем случае, человек 100-150 в год. И большинство из них — это егеря и госинспекторы заповедника. То есть те люди, которые, в принципе, это все уже визиально. Конечно, туристов там 0,01. Их очень мало. Но те люди, которые попадут на Шантарские острова... Племенец и егеря. Возможно, да. Такой сопутствующий турист. Я уверен, что те люди, которые попадут на Шантарские острова, они увидят там просто огромнейшие птичьи базары, они увидят китов, они увидят сивучи, кого они там только не увидят, потому что природа не тронутая, природа не боится человека. Благодаря PlanetPix вы можете увидеть это все на своих телефонах, на своих компьютерах. Потому что, ну, отправиться на Шантарские острова, так, по-честному, между нами, это от 200 тысяч рублей просто вы не доположь за 10 дней. Дорого и сложно. Дорого и сложно. Я бы заплатил. Но... Сиучи видеть, море, океан, как волны разбиваются. Сколько у вас путешествий в год? Или так и вообще невозможно посчитать? В этом году я дома не был примерно 220 или 230 дней. В следующем году я боюсь, что я буду дома дней 70 в лучшем случае. А как вы уже планируете следующий год? То есть у вас поездки запланированы, куплены билеты? Он уже распланирован. Билеты куплены примерно для половины поездок. Другая половина — это поездки такие, которые уже установлены, да, осталось просто какие-то ряд договоренностей сделать, чтобы они произошли. С ума сойти. Даже не знаю, можно ли так жить, как интересно. Вот классно. А ты думала, Лиза, только у тебя интересная работа? Нет, у Антона интереснее. Это точно. Но мне хочется просто, чтобы наши зрители и слушатели тоже научились, по крайней мере, ну, Толику, 10% так же жить, как вы, иметь такую свободу. Вот как планировать путешествия? Что нужно непосредственно? Вот на любой ли кошелек их можно найти, эти путешествия? Как вы считаете? Знаете, вообще-то говоря, на любой. И то, что в мире периодически появляются книги, и как объехать весь мир за 100 рублей, ну, там фигурально, или за 100 долларов, или за 68 долларов вокруг света, они подтверждают, что, имея в кармане какую-то минимальную сумму денег, ты можешь это сделать. У меня, например, была экспедиция по Средней Азии, где мы работали, то есть мы нанимали транспорт, мы жили в гостиницах, чтобы заряжать технику вдвоем за 40 тысяч в месяц. Мы 30 дней, мы путешествовали по Киргизии, а Киргизия, я вам скажу, это не про оборванцев, это безумно красивая страна, и там есть, что делать месяц. Поэтому представьте себе, месяц ты живешь в стране за 40 тысяч. Но большинство людей думает, да вообще, как так-то? Я вон в Турцию поеду за 20 тысяч, и то там я всего 10 дней буду. А здесь за 40 тысяч ты живешь. Ты путешествуешь, ты знакомишься с людьми, какие-то интересные вещи видишь. Да, можно, конечно, шикануть, можно отправиться куда-нибудь на Камчатку и обескровить семейный бюджет. Но тот же самый Дагестан, да, мы вот его уже обсуждали. Ты просто приезжаешь, встаешь там посреди села, тебя кормят, поят, селят, и вообще ни копейки не тратишь. То же самое Азербайджан, ну, в принципе, весь Кавказ. Ну, а вот в Азербайджане мы сейчас с моим коллегой разведывали маршрут для еще одного тура. Так что происходит? Ты просто заезжаешь в село, уже человек пять вокруг тебя, а вы где остановились? Есть ли остановиться? Нет, негде. И это безопасно. Безопасно абсолютно. Люди же боятся, не верят в такую открытость. Да, если бы я, там, какие-то проблемы у меня были, я бы не рекомендовал. Но вот как городской житель, который не сталкивался никогда с тем, с чем сталкивались вы, Антон, у меня такой, в общем, стандартный вопрос. Что эти люди, которые вас раздирают на куски и просят поселиться у себя, просят взамен? А ничего. Им просто нравится. Как такое может быть в современном мире? Вот вы, когда выходите из города, вы попадаете в абсолютно другую атмосферу. А еще лучше, когда вы куда-нибудь на край цивилизации, к ямальским оленеводам попадаете, вы понимаете, что у них есть какая-то традиция абсолютно бескорыстного гостеприимства. Другие ценности. Другие ценности, совершенно. И люди, которые попадают туда, из городов, у них там слом сознания происходит. Как так? Это вообще как? Ведь я так не делаю, я так не могу. Я так, да. Представим себя. То есть они приехали к вам в Москву. Они приехали к вам. Вы же не пустите их к себе в дом? Ну, это как-то, да, у нас... Ко мне в дом не поедет. Я далеко живу. Не вяжется в голове. А там норма. То есть им это приятно? Для них это... Конечно, конечно. Кайф. Они говорят, если ко мне гост пришел, я там для него плов не сварил, значит, я позор мне. И все будут говорить, вот эта семья позор. Лучшее в стране. Друзья, мы продолжаем. Студия Лизы Калинина, Никита Некрасова. В гостях у нас сегодня фотограф-путешественник, организатор фотоэкспедиции, регулярный автор проекта на планетапикс.ру Антон Агарков. Мы говорим о путешествиях. Уже Антон нам 100% рекомендует ехать на Кавказ. Там безопасно, дешево. И получите удовольствие. Антон, еще такой вопрос. Вот в принципе, любая страна уникальна, любое место, всегда можно получить удовольствие? Или вот эти вот зашоренные, стандартные маршруты и серии, вот надо съездить в Италию, на Бали, в Таиланд, и все. Я бы сказал, что да. Мне хочется верить, что любая страна уникальна. Если она не уникальна, значит, мы недостаточно глубоко копали. Если мы по поверхности пытаемся смотреть, то да, мы видим какие-то стандартные, может быть, достопримы, которые в этой стране есть. Я бы, честно говоря, есть какие-то хайлайты, которые прям вот очень близко. Протяни руку, ты их получше. По-любому их нужно увидеть. Они же не просто так стали хайлайтами, они просто так стали бомбой. Но всегда есть что-то вокруг них. И часто мы, например, даже не представляем, что... Вот, к примеру, Лаос. Кто-нибудь был в Лаосе? Я и нет. Вот смотрите, а это страна, которая с одной стороны Камбоджа, а с другой стороны Таиланда. И такой маленький Лаос, который сейчас открывается туристам. А мы поедем в Таиланд. А в Лаосе же там моря нету, где там плавать, там скучно, неинтересно. На самом деле Лаос — это потрясающая своей самобытностью страна. Она очень красивая, она очень добрая, она очень гостеприимная, недорогая, кстати говоря. И при этом там есть такие обычные традиции, буддийские в основном, которые в том же самом Таиланде сохранились в гораздо меньшей степени. Мы взяли, копнули. А это, по сути, просто вот так вот верхний слой сняли, и вот вы уже видите церемонию подношения даровкой, которая является центром буддийской философии. Ну, я сейчас не буду углубляться, но это просто красиво выглядит, очень круто. Поэтому я считаю, что да, любая сторона в ней есть, есть что-то интересное. Если вы этого не нашли, значит, слабо копали. Поэтому нужно готовиться к своему путешествию, чтобы отпуск не потратить зря, увидеть что-то очень крутое. Антон, вы за кадром обмолвились, что у вас грядет что-то такое, персональная выставка. Что это такое будет? Расскажите, пожалуйста, по-другому. Да, это труд очень долгого времени, это персональный фестиваль, фото-н-тревел фестиваль «Особая территория». Информацию о нем можно найти, заходите на портал whiteroad.me, это мой сайт, можете, во-первых, посмотреть мои фотографии там. Во-вторых, увидеть там раздел «Особая территория», и вы увидите всю информацию об этом фестивале, он будет 9-10 декабря. И там, помимо того, что я там выступлю, расскажу свои истории какие-то интересные, я еще вдобавок пригласил самых крутых фотографов и путешественников России. С ума сойти. Под одной крышей. Их, в принципе, отловить в Москве очень сложно. Конечно. Когда там они бывают? А тут они, бери теплыми, спрашивай, задавай вопрос, слушай истории. Ох, здорово. Очень интересно. В двух словах, Антон, как подготовиться к путешествию, к фотопутешествию? Вот что нужно? Прям раз-раз-раз по пунктам. Первое, не брать обратный билет. Все. То есть... Открыть свое сердце путешествия. Забыть о деньгах. Потому что в первую очередь, ну, люди, которые, знаете, сейчас, я вот стану тревел-блогером, я буду зарабатывать на путешествиях, в первую очередь забудьте о том, что нужно на этом заработать. И езжайте, потому что вам по кайфу. Получите удовольствие. Откройте свое сердце путешествия. Очень здорово. Антон, столько вопросов мы вам еще не задали. Так, час пролетел просто как одно мгновение. Ох, спасибо большое. Вопросы с вами задали много. У нас был в гостях Антон Агарков, фотограф-путешественник, организатор фотоэкспедиции, регулярный автор на planetpix.ru. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Антон. До встречи. Успехов путешествий. Было здорово.